итак я провязала резинку на нужную мне высоту теперь самое время приступить к вязанию манишки манишку будем вязать самым обычным регланом реглан сделаем с ростком то есть рукавам и по части переда будем вывязывать укороченные ряды для лучшей посадки реглан будет совершенно стандартнейшим ритме прибавка в каждом втором ряду и сейчас я вам покажу мои расчеты и так смотрите расчеты для манишки перед 1 опять я выписала свою плотность теперь смотрим всего у нас сейчас вот здесь вот какое-то количество петель у меня 66 петель я делю их на три части по 22 петли получается на каждую часть 22 петли отдаем на перед 22 на спинку и по 11 всего 22 на рукава но чтобы вот не был широким рукав я отнимаю 1 2 сантиметра и по моей плотности я высчитываю что это у меня две петли то есть я от изначального распределения как у меня было 22 22 11 11 отняла по 2 петли от рукавов то есть у меня получилось и добавила их соответственно переду и спинки получилось 9 9 24 24 теперь нужно выделить петли на рекламные линии беру по одной петле соответственно 4 рекламных линий 4 петли эти петли я также беру из петель рукава то есть с этого рукава мне нужно забрать одну петлю суда на регланную линию 2 суда то есть 9 минус 2 получится 7 и отсюда точно также таким образом схема уже вот такая 24 24 77 и по одной петле на 4 рекламные линии далее вывязываю я росток на росток вывязываю как по рукавам так и делаю углубление по переду росток я взяла величиной 5 сантиметров на экране я приведу формулу и стандартные размеры по которым можно определить свою величину ростка но опять же это все усредненные размеры и лучше всего взять удобную вещь которая хорошо сидит на том кому вы вяжете этот шлем и измерить эту разницу между передом и спинкой и так 5 сантиметров у меня x рядов не знаю а по плотности 7 сантиметров 20 рядов таким образом я определила 14 рядов у меня получилось 14 2 росток и обязательно он должен быть четным потому что мы двигаемся туда обратно и соответственно 14 разделить на 2 это 7 точек разворота то есть 7 раз нужно будет поставить точки на части рукава и части переда и поскольку мы будем вязать росток и будем надвязывать спинку а заходить будем на рекламные линии спинки соответственно делать прибавки то нужно скорректировать количество петель ростка на спинке и на переде как я это делаю 7 точек разворота значит 7 петель я отнимаю от спинки 24 минус 7 получаем 17 и 7 петель прибавляю в переду 24 плюс 731 рукава оставляем прежними 77 и по одной петле на рекламные линии далее последний пункт как же распределить конкретно эти точки разворота у меня по переду вот мы сейчас нашли что 31 петля делю я на три части величину переда получаю числа 10 по центру 11 с краю 10 таким образом вот эту центральную часть где 11 я не трогаю и вяжу до нее то есть это . будет последней точкой разворота таким образом у меня на этом участке осталось 10 петель регланной линии не считаю на участке рукава 7 петель 7 плюс 10 17 и делю я на 7 точек разворота чтобы более-менее равномерно распределить мои петли я получаю 2 и 4 ну то есть точки разворота мы примерно располагаем через две петли естественно это все можно скорректировать ну и я распределила таким образом 3 точки разворота на части рукава и 4 точки разворота на части переда по части рукава одна петля для а три главной линии . разворота две петли . разворота 2 петли . 2 петли и точно также по переду по переду у меня получается так что 22 33 ну и соответственно на этой стороне все то же самое то есть 1 2 2 2 2 3 3 вот таким образом распределила я мои точки сейчас я расставлю маркеры уже на готовом на полу готовом скажем так изделие и мы приступим к вязанию итак я распределила петли мои маркерами вот такими пластиковыми отметила рекламные линии это у меня рукав соответственно спинка следующий рукав и перед разметила уже соответствии вот с этой схемой другими маркерами точки разворота сейчас до отмечаю вот здесь на рукавах и сейчас нужно будет сменить спицы на больший размер ну и так размечаю на рукавах в соответствии вот с моей схемой вы размечаете в соответствии со своей при главная линия 1 петля затем через две петли . разворота и еще через 2 ну и таким образом мы сейчас все разметим и уже начнем вязать нить находится вот в этой точке вот здесь вот посередине на спинке прибавки будем делать только лицевых рядах и так разметила я маркеров много но все логично и так беру я спицы большего номера и начинаем мы вязать сейчас мы будем вязать отсюда этой точки будем вязать по лицевой стороне до первой точки разворота то есть про вяжем части спинки сделаем прибавление по регланной линии и дойдем про вяжем одну петлю рукава и дойдем до точки разворот развернемся и так давайте приступаем вяжем все лицевыми сейчас петлями сейчас вижу петли спинки подхожу я к линии регланной и буду делать прибавку прибавку делаю следующим образом из протяжки подхватываю вот таким образом сзади накидываю на спицу вот так захватываю рабочую нить и провязываю выполнили прибавление затем провязываем регланную петлю и нужно выполнить следующее прибавление подхватываем спереди протяжку снова надеваем ее на спицу вот так себе ее немножечко подтягиваем чтобы было удобно захватить захватываем вот таким образом чтобы она у нас скрестилась перекрестилась и захватываем рабочую нить сделали еще одну прибавку теперь провязываем петлю рукава и мы дошли до точки разворота снимаем маркер не понадобится уже теперь выполняем поворотную точку я буду выполнять с помощью петли с обкрутом нить перед работой переснимаю петлю нить завожу за работу и возвращаются петлю на место первую поворотную точку мы провязали можно ее отметить теперь из этой точки мы будем двигаться в обратном направлении по изнанке по изнанке даже проходя регланной линии мы не будем делать прибавки не здесь не здесь будем делать их только в лицевых рядах движемся вот к этой поворотной точке вяжем сейчас поскольку на изнанке находимся изнаночными петлями чтобы на лице были лицевые провязываю я части спинки по изнанке регланную петлю и дошла я до опять же поворотной точки вот этой уже снимаю маркер и выполняю петлю с обкрутом выполняю точно так же нить перед работой переснимаю петлю не провязаны нить за работой возвращаю петлю на место поворачиваюсь и так повернулись и получается мы провязали вот эту точку теперь идем в эту сторону по лицу до следующей разворотной точки до вот этой мы сейчас по лицевой стороне будем проходить регланной линии и по ним сделаем прибавление вяжем лицевыми вот уже дошли до регланной линии делаем прибавление точно так же как я уже показывала подхватываем протяжку накидываем ее на спицу вот таким образом захватываем и провязываем прибавление выполнено теперь вяжем регланную петлю и выполняем второе прибавление протяжку подхватываем уже спереди вот так и накидываем подтягиваем нить к себе можно таким образом сделать захватываем нить вот так подхватываем рабочую нить и снова сделали прибавление вяжем теперь петли спинки дошли до регланной линии и снова выполняем прибавление подхватываем протяжку между петлями сзади накидываем сразу с захватом и провязываем петлю и следующее прибавление все аналогично то есть прибавление мы выполняем вдоль регланных линий направленная к регланным линиям с этой стороны мы направляем вот сюда а с этой наоборот в другую сторону ну разумеется вы можете делать прибавление как вам удобно теперь смотрите мы во время вязания пройдем сейчас вот мы уже к ней приблизились первую обкрученную петлю чтобы вот она видите вот он обкрут чтобы его провязать корректно по лицевой стороне мы сейчас находимся я подхватываю обкрут впереди тут же петлю захватываю рабочую нить и провязываю 2 вместе вот так наш обкрут ушел на изнаночную сторону то есть его не видно по лицевой у нас петля наша обычная лицевая вяжем дальше до вот этой точки поворотной то есть провязываем петлю встретили опять поворотную точку снимаем маркер и выполняем открученную петлю нить перед работой переснимаем петлю не провязанной нить за работу возвращаем петлю на место поворот отметили себе что эту точку провязали и движемся к следующей точке по изнанке по изнанке никакие прибавления мы не делаем сейчас мы по изнанке будем двигаться и мы также встретим обкрученную петлю и я покажу как ее провязывать на изнанке и так вот я довязала по изнаночной стороне до обкрученные петли до вот этой петли и вот как посмотреть что она обкрученная вот он обкрут теперь нам нужно его провязать поскольку мы сейчас находимся на изнаночной стороне нам нужно сделать так чтобы этот обкрут опять же ушел на изнанку для этого я подхватываю обкрут сзади накидывая его на спицу и провязываю 2 вместе обкрут и петля все обкрут наш ушел на изнанку по лицевой у нас лицевая петля вяжем дальше до следующей поворотной точки дошли и выполняем ее обычным способом теперь смотрите вот мы здесь провязали опять по лицевой стороне движемся к следующей поворотной точке по лицевой стороне мы выполняем прибавки по изнаночной не выполняем ничего вяжем провязываем все наши встречающиеся поворотные петли и в таком ритме мы вяжем все точки разворотов кроме 2 последних точек вот этих их я покажу как вязать ну и так я практически довязала все мои поворотные точки осталось 2 поворотных точки которые находятся напереди напомню что при вязании остальных точек разворота я использовала метод петля с обкрутом но при вязании двух вот этих последних точек я использую германские укороченные ряды то есть двойные петли почему потому что при вязании по кругу то есть сначала же мы вяжем туда-обратно поворотными рядами петля с обкрутом выглядит отлично то есть места разворотов эти абсолютно вот как видите не видны но при переходе уже на круговое вязание вот эти две последние петли особенно последние мы заходим к ней уже с другой стороны иначе чем с при поворотном вязании и соответственно этот обкрут находится не по ходу вязания а как бы другой абсолютно стороны перпендикулярно и привет вывязывание получается петля ну не совсем красивая не ровная какая-то растянутая в общем она мне не нравится поэтому я использую немецкий способ при этом способе также мы поворотные петли провязываем но уже сдвоенными и при вязании по кругу при возвращении в круг эти петли выглядят лучше итак давайте теперь я вместе с вами довяжу последние точки разворота вот сейчас у меня последняя по лицевой стороне и затем будет последние по изнаночной я провязываю все петли убираю маркер и провязываю эту последнюю петлю разворота провязала теперь мы разворачиваем наше вязание и эту последнюю поворотную петлю нужно сделать сдвоенной для этого видите у нас нить вот так расположена мы переснимаем нашу петлю заводим нить вот так вот сильно и и натягивая и видите у меня вместо одной петли стенки натянулись получилось как бы сдвоенная две ножки таким образом я подтягиваю придерживаю и вяжу в другую сторону то есть эту петлю мы сделали поворотной сдвоенной вот она ее четко видно сейчас я довяжу вот это все расстояние и вместе с вами провяжу вот эту петлю а затем мы будем вязать уже возвращаться в круг и так практически я подошла уже к последней петле поворотной снимаем маркер провязываем эту петлю поворачиваем вязание вот теперь смотрите у меня вот таким образом петля лежит то есть правая стенка за спицей вот левая стенка перед спицей я переснимаю вот таким вот образом на правую спицу и опять же делаю сдвоенную петлю вот таким образом видите нить перекидываю и затягиваю получила сдвоенную петлю теперь вяжу как обычно по лицевой стороне провязала я две последние точки разворота и сейчас уже будем возвращаться к вязанию в круг ну и вот как видите давайте промежуточный ток вот я нарастила росток мой как хотела и сейчас как провязывать вот эти две петли мы с вами рассмотрим и так как провязать последние петли сдвоены провязываю петлю следующую петлю и вот у нас сдвоенная наша петля две стенки я захватываю вот таким вот образом за две дужки вот как видите ли за две стенки и провязываю и задача здесь чтобы вот это вот вся двойная конструкция ушла назад наизнанку а по лицу у нас остался наших косичка наша петля лицевая вот она одну провязали вот следующая потуже вот здесь чтобы дырочек было как можно меньше видно провязываю ну вот видите уже это место разворота здесь ничего абсолютно не видно так теперь одна петля и вот она следующая сдвоенная петля вот видите смотрите с этой стороны две как бы ножки идут вот здесь они смыкаются вот и вот две ножки нужно захватить опять же с этой стороны за две вот этих ножки этой петли так чтобы все эти утолщения вот я себе помогаю вот так подтягивая чтобы все эти утолщения ушли опять же на изнанку вот таким образом мы опять захватываем вот видите я захватила за 2 сразу захватываем рабочую нить видите утолщение уходят на изнанку а по лицу у нас остается вот петля и далее вяжем наши следующие петли вот такой вот вот такие места разворота мы получили совершенно ничего не заметно на лицевой стороне что в приоритете естественно на изнанке вот наши укороченные все ряды и над вязаный росток теперь смотрите вяжем манишку на нужную на высоту длину это уже все на ваше усмотрение вяжем обычным самым простейшим регланом со стандартной прибавкой в каждом втором ряду на нужное на нужную высоту получается когда вы провяжите у вас будет вот так немножечко вот так за счет ростка вот таким вот образом вот эту часть уже удлинение я буду вязать отдельно поворотными рядами и после того как я провяжу реглан мой на нужную высоту я покажу как вяжется вот это манишка отдельными частями и останется самая последняя финиш мы обвяжем наш шлем по кругу платочным узором и так предположим я довязала там нужного мне длины реглана здесь я возьму для образца такого небольшое расстояние теперь смотрите мне нужно вот эти все петли вот я допустим нахожу сейчас вот здесь вот здесь мне нужно вязать будет только на петлях переда то есть только вот здесь я буду вязать поворотными рядами соответственно все петли рукава от спинка и еще рукава включая рекламные линии я пересниму на вспомогательные спицы вот смотрите сейчас я довязала до до части переда и теперь все все петли я перенесу кроме переда на вспомогательные спицы можно перенести на бросовую нить кому как удобно вот прям берем просто и переносим маркеры уже можно будет убрать они не понадобятся уже реглан мы предположим что вы довязали маркер начала ряда можно оставить он понадобится в дальнейшем для обвязки ну и так я перенесла петли вот у меня петли передней части на спицах текущего размера которым мы вяжем и на вспомогательных спицах у меня перенесены все оставшиеся петли теперь мы будем вязать отдельно только часть переда с убавлениями с убавлениями на лицевой стороне то есть по факту в каждом втором ряду при этом первую петлю мы будем провязывать кромочной ее не трогать а убавлять будем две последующие петли с наклоном к этой кромочной петли и так вот сюда ставлю заглушки чтобы не мешало и не слетела ничего на вспомогательные спицы беру основную спицу и начинаем вязать первую петлю я провязываю следующие две петли я провяжу вместе с наклоном вправо для этого они развернуты правильной стенкой то есть правая их стенка лежит на спице я подхватываю сразу две петли за правой стенке захватываю рабочую нить и провязываю убавила две петли вяжу дальше вяжу снова до последних трех петель и так вот я не довязала три петли до конца теперь мне нужно эти две петли провязать 2 вместе с наклоном влево можно двумя способами протяжкой ну либо две вместе но поменяв стенки давайте будем менять стенки вот так вот я разворачиваю их и переснимаю и так правая стенка оказалась за спицей и у этой и у второй петли я подхватываю вот таким образом за правой стенки захватываю рабочую нить провязываю последнюю петлю я провязываю поворачиваю вязание на изнаночную сторону первую петлю снимаю вяжу изнаночный ряд без всяких манипуляций просто изнаночный ряд первую снимаю последнюю провязываю изнаночной так довязываем изнаночный ряд последнюю петлю провязываю также изнаночной переворачиваю вязание и снова мы на лицевой стороне снова повторяем все те же самые действия первую петлю следующие две петли нужно провязать две вместе с наклоном вправо но сейчас они у меня развернуты неправильно и их нужно развернуть чтобы стенки петли лежали правые стенки петли лежали на спице сравните вот эти две петли только что развернуты и вот те у у этих двух петель стенки правые на спице у всех последующих стенка правая вот она за спицей ну и так мы их развернули как надо захватываем рабочую нить захватываем и выполняем убавление видите опять у меня убавилось в сторону кромочные петли точно так же вяжу все петли до трех последних снова я довязала до последних трех петель теперь они у меня на этой стороне лежат как нужно правыми стенками за спицей для того чтобы я смогла их провязать две вместе с наклоном влево подхватываю вот таким образом за стенки захватываю рабочую нить провязываю вот убавились они в ту сторону в сторону кромочной последним провязываем лицевой петлю переворачиваем вязание петлю первую снимаю снова вижу изнаночными и так довязываю изнаночный ряд последние петли провязываю тоже изнаночной переворачиваем вязание на лицевую сторону и первую петлю лицевую снимаю теперь нужно убавить две петли разворачиваем их чтобы они лежали нужной стенкой и провязываем две вместе с наклоном вправо к кромочной вяжем дальше итак таким образом мы вяжем опять же на нужную высоту ну как видите у меня здесь достаточно много рядов провязана убавки видны затем мы когда свяжем на нужную высоту вот здесь мы доберем петли и таким образом у нас опять будет круг и по кругу мы обвяжем платочным узором ну и так предположим довязала я до нужной мне высоты ну либо длины манишки теперь у меня выглядит вот так здесь у меня петли сброшенные на леску здесь тоже петли и здесь закрытые края мне нужно на вот эти спицы набросовой добрать с краев из первой кромочной необходимое количество петель в данном случае я буду добирать из каждой петли кромочной если у вас будет вот это место стягивать потому что мы первую снимали кромочную то можно добирать из протяжки еще дополнительно но у меня не стягивал я буду добирать вот таким вот образом просто поднимаю вторую третью четвертую пятую шестую ну и так далее вот добираем на петли добрали с этой стороны теперь точно так же добираем с другой стороны добирайте так чтобы по лицевой стороне никаких косичек ничего не осталось на раз два и здесь добрали петли теперь нить я закончила вязание передней части на лицевой стороной нить у меня вот она рабочая и я просто продолжаю вязать сейчас ряд лицевыми петлями до вот здесь до маркера на спинке и мы будем выполнять самую обычную обвязку то есть будем по кругу чередовать сначала один ряд лицевыми ряд изнаночными лицевыми изнаночными опять же на нужную высоту самым обычным образом как вы вяжете здесь уже можно так свободно вязать спицами большего размера потому что это уже обвязка и так вяжем все петли лицевыми до маркера и так я довязала до маркера на спинке лицевыми теперь мы будем вязать ряд изнаночными петлями по кругу платочный узор вяжется таким образом и будем чередовать ряд лицевыми ряд изнаночными опять же на нужную высоту обвязки и закроем наши петли и так сейчас вижу полностью ряд изнаночными затем ряд лицевыми потом опять изнаночными и так далее и закроем с вами вместе и так мы с вами практически на финише осталось нам закрыть петли нахожусь я сейчас провязала изнаночный ряд закрывать буду самым обычным образом не затягивая петли свободно чтобы у нас край не был стянутым поскольку изнаночный ряд вяжу изнаночными подхватываю петлю провязываю изнаночной следующую провязываю протягиваю предыдущую сквозь только что провязанную и таким образом закрываю постепенно все петли чтобы у нас образовался вот такой вот рубчик а по лицу вот такая косичка последнюю петлю я покажу как состыковать ну и так на финише мы уже находимся последнюю петлю я провязала протянула рабочую нить обрезала и заправила в иглу протягиваю сквозь петлю чтобы ее зафиксировать и теперь состыкуем начало ряда с концом мы просто сымитируем такую же самую косичку которая у нас есть то есть как бы вот таким образом сделаем еще одну петельку прошьем уже иглой это сделаем вводим нашу иглу вот видите у нас идет косичка мы сделаем точно такую же косичку введем вот раз в стенку два нашу иглу соединили и вот здесь тоже косичка введем за ее стенки раз и два тоже соединили подтянули и вот здесь вот прошиваем нить выводим на изнанку замкнули ну и далее уже прячем нить как как делаем это обычным образом и так на этом наше вязание шлема закончено очень масштабная у меня получилась работа я постаралась донести все все нюансы которые были использованы при вязании шлема чтобы он хорошо сидел чтобы было понятно вам полностью весь процесс естественно его нужно постирать хорошенько отпарить возможно осталось у нас прикрепить помпончики можно прикрепить один помпон два можно и без помпона кстати носить связать шнурок и если это нужно то связать подклад вязание подклада и шнурка выйдет уже отдельным видео но для тех кто уже хочет сам все доделать и связать подкладом и шнурочком видео по вязанию шнурка у меня уже есть на канале я оставлю ссылку а подклад вяжется точно так же как мы вязали вот с этого момента то есть когда мы отложили петли на подбородок вяжем точно такую же шапочку поворотными рядами затем сужаемся на затылке и вот эти части у нас здесь боковинки останутся они пришиваются просто по изнанке вот к этой части вяжется вяжется это все либо меньшим номером спиц естественно если используйте ту же пряжу но я все-таки советую взять пряжу потоньше по пластичнее и связать меньшим номером и меньшей толщиной пряжи ну а на этом вязание шлема у нас подошло к концу надеюсь это видео было вам полезно пожалуйста поставьте палец вверх порекомендуйте друзьям тогда я пойму что я не зря потратила очень большое количество времени спасибо вам большое что вы со мной за внимание за просмотры пишите пожалуйста комментарии я постараюсь ответить на ваши вопросы подписывайтесь ко мне на канал подписывайтесь в инстаграм увидимся в следующих видео всем пока